в прошлых видео я показывал как заменять подшипники правого и левого передних колес детского самоката и пришло время менять подшипники задних колес в этом видео расскажу о том как я это сделал с какими трудностями столкнулся и как их преодолел итак вот задние колеса самоката подшипники которых я собрался поменять подшипники установлены на ось которая удерживается от выпадания с помощью винта в винте выполнено шестигранное отверстие на 5 находим соответствующий ключ и начинаем выкручивать винт но при попытке выполнить эту операцию я понимаю что она не удастся так как грани шестигранного отверстия смяты и ключ попросту проворачивается в отверстие грани отверстия винта скорее всего смяли при заворачивании на заводе изготовителя но я нахожу способ как можно сорвать винт с места и вывернуть его я разворачиваю ключ в его плоскости таким образом что он нижней частью средней прижимается к противолежащим граням отверстия и в таком поджатом положении ключа проворачиваю его вместе с винтом так мне удается стронуть винт а затем его и выкрутить дальше винт выкручивается очень легко выкрученный винт также легко проходит через отверстие в корпусе самоката чего не скажешь об оси задних колес ось с этой стороны имеет резьбовое отверстие а с обратной стороны головку и этой головкой она как раз и упирается в противоположное отверстие в корпусе самоката а так как сама ось длинная да еще на нее одеты колеса то развернуть ее так чтобы головка прошла через отверстие не удается так легко как это было сделано с винтом поэтому я конечно для приличия немного помучался с этой осью но потом решил что необходимо воспользоваться плоской отверткой а пока я с помощью отвертки буду выковыривать эту ось из отверстия у вас есть время подписаться на канал и поставить палец вверх этому видео и так чтобы разобрать задние колеса вам понадобится шестигранный ключ на 5 и отвертка плоская после того как я вытащил колеса подшипники рассыпались как вы видите все подшипники разрушены в колесах остались установлены наружные обоймы подшипников со вторым колесом точно такая же ситуация вот так вот выглядит внутреннее кольцо подшипника а это то что осталось от защитных шайб и сепаратор это винт со следами герметика синего цвета а это ось задних колес детали которые установлены в отверстия колеса износились так что на поверхности отверстия стерлись полюса генератора вот результаты разборки подшипников задних колес самоката это сами подшипники это ось на которой расположены подшипники это винт который удерживает ось от выпадания это колеса ну и нам пригодились шестигранный ключ и плоская отвертка и сам самокат в самокате установлен винт м6 на 16 с размером под шестигранник 5 миллиметров я заменил винт болтом м6 на 20 с размером под ключ 10 миллиметров как видите болт на 4 миллиметра длиннее винта поэтому при его установке необходимо подкладывать шайбы для того чтобы компенсировать эту длину 4 миллиметра теперь более детально заглянем внутрь отверстия колеса вы можете видеть практически стертые полюса генератора почерневшее наружное кольцо одного из подшипников для того чтобы выбить наружное кольцо из отверстия я воспользовался такой вот проставкой с отверстием и плоской отверткой а вот это фрагменты того что осталось от магнитов расположенных на оси задних колес упираем отвертку в наружное кольцо как я показал и ударяем по ней молотком или другим тяжелым предметом после каждого удара меняем место установки отвертки на противоположное или на 90 градусов по окружности кольца так чтобы обить его по всему периметру таким образом после двух трех а может быть четырех ударов кольцо выскакивает из отверстия вот подготовка к финальному удару сейчас я его нанесу и кольцо выскочит из отверстия а вот это самое кольцо как я уже говорил в предыдущих видео в подшипник заложена была смазка поэтому при разборке колес и замене подшипников можно испачкаться но не бойтесь эта смазка отмывается очень легко с помощью обычной воды с мылом вот одно из колес уже без колец подшипников теперь осталось извлечь кольца подшипников из второго колеса итак что же нам понадобится для ремонта задних колес самоката вот старые колеса они уже потертые, квадрачные я купил новые от самоката колес не нашел это колеса от роликов диаметр их наружный 72 миллиметра как раз такие же как и на самокате за четыре колеса я заплатил 13,5 рублей чуть больше чем 5 долларов также я купил 4 подшипника 608 как и для передних колес ну и буду использовать старую ось так как на старом винте шестигранник помят то я буду использовать болт вместо винта но так как у него стержень длиннее то придется подложить под него 3 шайбы внутренний диаметр шайб где-то 6,4 миллиметра наружный 12 миллиметров толщина около полтора миллиметра скрываю подшипники и устанавливаю их в отверстия в колесах болт вместо винта я применяю потому что решил не искать его в продаже а воспользовался тем что у меня было под рукой после того как подшипники будут установлены в отверстия колес можно будет приступать к установке колес на ось самоката теперь я беру самокат и устанавливаю ось задних колес ось устанавливается с той стороны самоката где в отверстии под ее установку есть специальное углубление под головку оси таким образом ось проходит одновременно через отверстия в самокате и отверстия в подшипниках задних колес при установке оси как и при ее извлечении из самоката возникли трудности так как головка оси не проходила через отверстия в самокате поэтому я воспользовался плоской отверткой с помощью нее я отогнул края отверстия в самокате и просунул туда головку оси задних колес затем перед установкой болта необходимо было установить три дистанционные шайбы чтобы компенсировать разную длину болта и винта одновременно три шайбы устанавливаться не хотели поэтому пришлось их установить в отверстия по одной пришла очередь для установки болта перед установкой болт я как и в предыдущих видео промазал клеем момент вместо герметика и установил в резьбовое отверстие в оси после чего его осталось завернуть в это резьбовое отверстие и зажать так чтобы колеса свободно вращались на подшипниках затем совсем немного я помучался гаечным ключом но не докрутив болт до конца я решил сменить тактику так как гаечным ключом в таких условиях оказалось заворачивать болт неудобным то пришлось подразобрать самокат я выкрутил вот эти вот шесть шурупов и отогнул декоративную пластиковую деталь в таких условиях заворачивать болт с помощью рожкового гаечного ключа оказалось очень удобно если у вас головка для торцевого ключа то думаю что можно обойтись и без демонтажа декоративной детали хотя судя по всему эта декоративная деталь является также небольшим усилителем корпуса самоката после того как болт затянут и проверено свободное вращение колес можно установить декоративную деталь на место установив обратно все шесть шурупов при установке шурупов не перепутайте их потому что вот эти два шурупа которые выворачиваются в красную деталь чуть крупнее чем оставшихся четыре Музыка 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 Обязательно смотрите видео о ремонте передних колес самоката. После того, как ремонт завершен, можно приступать к испытаниям самоката. Те, кто досмотрел видео до конца и кому оно оказалось полезным, прошу поставить палец вверх и подписаться на канал Инженер. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно отвечу. И не пропускайте новых видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!